Продолжение следует... Чтобы почтить и, возможно, впервые осмыслить память Фредди. Спасибо, что вы согласились прийти, мы вам очень признательны. Для начала я задам пару вопросов. Как долго Фредди знал, что он болен спидом? Мы вряд ли сможем дать ответ на этот вопрос, так как сами не знаем. Он всегда это скрывал. Мы знали... интуитивно мы знали, что-то происходит, но мы не говорили об этом. Фредди нам об этом объявил только за несколько месяцев до смерти. Но он наверняка знал об этом около пяти лет. Тень смерти нависала над ним очень долгое время. Над ним висел смертный приговор. Да. Какое же это имело воздействие, на ваш взгляд? Он ведь, по иронии судьбы, во многом был очень скрытным человеком. Да. Но насколько вы видели, какое воздействие на него имело осознание того, что он... Ну, во-первых, он хотел продолжить работу в студии. Он был полон решимости продолжать работать в группе. И это помогло ему продержаться долгое время. Видите ли, мы уже смотрели клип «These are the days of our lives» и было нескончаемо мучительно видеть... Наверное, для вас это были очень трудные съемки. Это было невероятно трудно. Да, это было трудно, но мы пытались помочь Фредди, поддержать его до конца. И он проявил при этом невероятное мужество. Конечно же, он знал, а в то время и мы знали. Но, знаете, самое лучшее средство — просто продолжать жить и сделать это. И он это сделал, и держался очень храбро. Одной из основных причин вашего прихода на телевидение, и мы вам за это благодарны, явилось то, что комментаторы на все лады высказались по поводу смерти Фредди. Все вдруг стали экспертами по жизни и прошлому Фредди Меркьюри. И на телевидении, и в газетах. В чем они ошиблись, и в чем они были правы в своих оценках? Знаете, было очень печально читать некоторые статьи в прессе. Во-первых, никто его толком не знал, но многие солгали и сказали, что они знали его. К тому же, поскольку он был скрытным, они неправильно светили почти все факты и не поняли, каким он был на самом деле. В действительности, он был скромным, мягким и добрым человеком. Он вовсе не был тем человеком, которым становился на сцене. Там он был шоуменом. И все это раздражает его друзей, людей, которые ухаживали за ним. Они были очень возмущены, видя, в каком свете его представляют в английской прессе. Особенно в бульварной прессе. Я не ошибусь, если скажу, что его изображают в определенном ключе, как безрассудного, распущенного, бисексуального, безответственного любовника. Насколько это было правдой? Особенно это и выводит нас из себя. Тот Фредди, которого мы знали, вовсе не был дико распущенным. Он не был наркозависимым или же всем тем, что о нем заявляют люди. Он очень ответственно относился ко всем, кто находился рядом с ним. Он был очень щедрым и заботливым ко всем, кто входил в его жизнь. Большего невозможно было ожидать. Когда он завершал одни отношения и переходил к другим, он всегда был... Он осознавал, какие последствия это имеет для жизни окружающих. Но странным образом, не его ли скрытной натурой, объясняются некоторые сенсационные эпитафии. В то время как в реальности он был большим шоуменом на сцене, но крайне скрытным вне сцены. Так? Вот именно. Никто не мог пробить броню. Многие из бульварных газет просто не верятся. Я прочел на прошлой неделе в Миррор статью, написанную каким-то ненормальным. Это настолько возмутительно. Они выдумали все, так как просто не могли попасть внутрь дома. Последние полтора года его жизни Фредди преследовала пресса, если он оказывался вне дома. Мы все подвергались этим преследованиям до определенной степени. В этой стране это доходит до абсурда. И в последние полтора года своей жизни он был настоящим узником в собственном доме. А вы, вы оба часто были гостями телевидения. Когда-нибудь хотели, чтобы он открыто говорил об этом? Чтобы он давал интервью и встречался с прессой? Дало бы это положительный эффект? Не обязательно. Мы не думали, что он согласится и даже поговорили об этом. Фредди был очень независим. Он очень рано начал самостоятельно принимать решения и делал все так, как он хотел. Мы, конечно, уважали его желания. У всех нас свои привычки. Но внутри группы мы уважали, что он сам контролирует свою жизнь. И, конечно же, его отношение к тому, что ему приходилось переносить ближе к концу, было его делом. В каком-то смысле это нам связывало языки. Мы не могли говорить об этом даже с друзьями. Сейчас это в прошлом. Мы можем открыто говорить о том, что мы чувствуем. Интересно, что вы так говорите, так как по вашим словам, особенно по словам Роджера, создается впечатление, что его толком никто не знал. Он был не из тех людей, которых легко было узнать. Ну, мы были близки друг с другом, как группа, всегда, в течение 22 лет. Но даже мы не знали многого о Фредди, так как он был настоящей загадкой. Однако мы чувствуем себя обязанными защитить его, так как он сам себя уже не защитит. Именно. В этой стране нет ограничений на то, что можно сказать о людях после их смерти. И очень мало ограничений на то, что можно сказать при жизни людей. И я думаю, что одна из вещей... Многие спрашивают, что можно теперь сделать для Фредди. Я полагаю, что, возможно, стоило бы добиваться, чтобы эти законы изменились, и людям не пришлось терпеть... Возможно, стоило бы провести биль о защите личных мыслей. Интересно, что государственная информация может находиться под секретом от 25 до 50 лет. Но стоит кого-то похоронить, как на него открывается охотничий сезон. Вы правы. И нет закона, ограничивающего вторжение людей в частную жизнь других людей, даже при их жизни. Во Франции такой закон существует. Там нельзя публиковать детали частной жизни человека без его согласия. Вы пришли сюда так, как полны гнева, а не потому, что захотели рано встать и появиться на Breakfast Television. Вы возмущены. Таковы ваши чувства? Частично, потому что мы возмущены, но хотим также объяснить, что мы можем сделать с наследием Фредди. И, кроме того, я полагаю... Да, есть многое, что можно сказать. Фредди принял очень важное решение перед смертью — объявить миру о том, что у него был СПИД. Это было смелым и своевременным поступком, так как он дал нам и нашим близким оружие, с помощью которого мы можем говорить о СПИДе. Для него было бы нетрудно указать в свидетельстве о смерти пневмония. Он знал об этом. И это опрокинуло бы все. И то, что он объявил о своей болезни и сказал, «Я болен этой болезнью, и ничего постыдного в этом нет», — это очень важно. Так как на больных этой болезнью не должны ставить позорное клеймо. Мы не должны смотреть на больных, как на нагрешивших и наказанных за грех. Это должно исчезнуть. Сейчас это проблема каждого человека. Мы еще поговорим позже, ребят. Мне просто нравится одна теория, что же создало этого великолепного шоумена. Это объясняется его персидским происхождением? У вас есть какие-то теории на этот счет? Трудно сказать, так как он создал себя сам. Он был очень независим, и в этом смысле не знаю. Он постоянно... Это вроде гениев музыки и спорта. Хотелось бы это на элементы разбить. Да, он неповторим. Хорошо, мы еще поговорим. Спасибо за то, что пришли. Спасибо. Спасибо. С нами Роджер Тейлор и Брайан Мэй. Было бы прискорбно, если бы смерть Фредди Меркери осталась только смертью Фредди Меркери. Кричащие некрологи на телевидении, в газетах или в других средствах массовой информации. Ведь должно быть что-то еще, как вы думаете? За этим стоит гораздо больше. Есть что сказать миру. Поразительно, когда смотришь это видео так, как он... Та любовь, которую выражали поклонники со всего света в течение последних дней. Его жизнь изменила мир. И теперь, по-моему, его смерть тоже меняет мир. Потому что, во-первых, мы выпускаем эту запись в его память. Мы вновь выпускаем в его честь Bohemian Rhapsody. И все вырученные средства пойдут в благотворительный фонд борьбы со спидом. Теренс Хиггинстраст. На самом деле, это пластинка с двумя сторонами А. На другой стороне песня These are the days of our lives, которую вы показали раньше. Да. Эти два видео, наше первое и наше последнее. И слова, они очень созвучны. Если говорить о песне The Show Must Go On, невозможно избавиться от щемящего образа. Это было сделано намеренно? В наших песнях много вещей, которые в ретроспективе оказываются в какой-то степени связанными с тем, что происходило. Песни обычно не повествуют лишь об одном предмете. Во многих песнях существует несколько уровней. Вы сейчас сделали громкое заявление, и я знаю, будут звонить люди, такая уж у людей черта. Они будут говорить, как это, он изменил мир? Мне это заявление кажется чрезмерным. Полагаю, как бы вы защищали вашу позицию? Полагаю, что одним из итогов жизни Фредди может оказаться то, что общественность изменит свое отношение к гомосексуальным людям. Я очень на это надеюсь. Нам трудно об этом говорить, так как то, как он жил, было его делом. Но он был человеком сильным, невероятно талантливым, совершенно блестящим во всем, что он делал. И он был геем, и особо этого не скрывал. Поэтому думаю, что нельзя по-прежнему относиться к геям. Отношение к ним уже давно пора менять. Меня возмущает, что все еще читаешь в газетах, вот вчера я прочел, что такой-то и такой-то признал, что он гей. Человек, написавший слово «признал» виновен в нанесении оскорбления. Никому подобные слова не должны сходить с рук. Поэтому мы можем направить свой голос в поддержку гомосексуалов. Что-то вроде гетеросексуалы в защиту геев. У вас было четверо в группе. И можно надеяться, что из этого возникнет что-то позитивное. Очень много позитивного. Вы можете сделать так много. Фредди, особенно в последние годы жизни, именно этого и хотел. Он думал, что своим заявлением может обернуть во благо ту ужасную болезнь, которая у него была. И мы собираемся продолжать это дело, собираемся что-нибудь организовать в его честь в следующем году. Какое-нибудь мероприятие, которое принесет пользу и соберет деньги. Трудно представить, что группа Queen будет выступать без своего певца. Невозможно это себе представить. Совершенно. Чем вы сейчас займетесь? Мы еще не решили. Нас абсолютно сразила смерть Фредди. Мы все еще не можем оправиться и осознать нашу потерю. Не думаю, что... Мы не стали. Решили отложить решение вопроса о том, чем мы будем заниматься. Сначала мы переживем данную ситуацию. Фредди дал нам превосходную платформу для работы, и мы с легкостью можем собрать деньги для борьбы со спидом и заставить людей осознать масштаб проблемы. Именно это сейчас и происходит. Вы говорили, что на студии звукозаписи, там тоже все отказались от прибыли. Все деньги идут на... EMI тоже отчисляет свою прибыль, поэтому весь доход идет в фонд Терренса Хиггинса. Вы когда-нибудь говорили с Фредди о возможности сделать что-то подобное? Или это воспринималось как нечто само собой разумеющееся? Нам не надо было говорить об этом. Мы просто старались составить ему компанию и облегчить его состояние в последние годы. В студии с нами находится Пол Дэниелс. Вы были поклонникам Куин и Фредди Меркьюри? Нет, я не поклонник вообще какой-либо музыки. Я просто занялся магией, как вы занялись музыкой. Поэтому музыка для меня осталась неизвестным измерением. Я не поклонник, но мне нравится музыка. Мы можем поговорить? Вам трудно сидеть здесь во время этого обсуждения? Нет, мне очень интересно, поскольку я вижу только то, что освещает пресса и телевидение. Я и есть публика, когда речь заходит о музыкальной индустрии. А что касается Фредди Меркьюри, я за пределами студии говорил с сотрудником EMI, так? Он сказал, что в конце концов победит прессу, которая пишет грязные репортажи. На следующей неделе или около того это прекратится. А затем какой-нибудь экстрасенс войдет в контакт с Фредди Меркьюри и тому подобная ерунда. Да, такую ерунду часто слышишь. Много подобной ерунды. Но качество этого видео неоспоримо. И количество поклонников тоже неоспоримо. С этим тоже не поспоришь. Я надеюсь, его поклонники перестанут покупать газеты, которые печатают всю эту ерунду. Но я все думаю о том, что же составляет человека, отличающегося от других по артистическим качествам. Мы поговорили о гомосексуальности, но меня все не перестает занимать вопрос, каковы истоки Фредди Меркьюри. Как мы говорили ранее, он уникален в своем артистизме. Никому неизвестный. Но нельзя же сказать, что он был творческим человеком только из-за того, что он был гомосексуален. Нет, конечно, это было присуще самому Фредди. Я думаю, что Фредди Меркьюри осознавал, кто он, где он находился, и он создал себя сам, как говорили уже сегодня ребята. Он принадлежал только самому себе и знал, кем хочет стать. Он был очень сильной личностью, оставившей неизгладимый отпечаток на всех, кто окружал его. Особенно на нас, конечно же. Вы говорили о разнице между его поведением на сцене и дома. Это интересная особенность людей, которые часто находятся на виду или в музыкальном бизнесе. Вы великий шоумен, когда вы на сцене, с одной стороны, но затем оставляете это позади, закончив выступление. Это очень здоровый баланс. Сцена, и Пол со мной согласится, это хорошее место, чтобы стать кем-то и отдать все то, что считаешь нужным, этой роли. Но затем ты можешь отойти от концерта и стать самим собой. Это чем-то напоминает мне Майкла Джексона. Шоумен, перфекционист и одиночка. Вы правы. Очень скрытен. И к тому же перфекционист. Да, очень предан своему делу. А иначе нельзя. Если вы не преданы своему делу, вы никто, вы ничем не выделяетесь. Вы правы, говоря о том, что происходит вне сцены. Я просто когда-то говорил, что если бы я был такой же в обычной жизни, моя мама наподдала бы мне. Нужен этот разумный баланс. Эй, я простой парень, умею делать фокусы. Фредди умел петь. Эти ребята умеют играть. Самое печальное, что у Фредди не было человека, который бы сделал его счастливым. Ну, об этом не сообщается. Он вообще-то умер не в одиночестве. У него были прочные и нежные отношения, к освещению которых люди не готовы. Они все еще твердят, а если мы считаем законными, только... Это все чепуха. Когда-нибудь расскажут настоящую историю. Но сейчас газеты переполнены всякой маловразумительной чепухой о похоронах и так далее. Но никто не сказал, что там было трое друзей, которые ухаживали за ним до последнего дня. Никто об этом не упоминал. Это утешит поклонников. Они будут знать, что он умер, окруженный близкими. У него был прочный союз, так что все было не так, как об этом рассказывалось. Это глубоко личное дело, мы не имеем права говорить больше. Но многие обрадуются, узнав, что... Не верьте всему этому, ребята. Да, это все неправда. Мы также считаем, что безответственно со стороны некоторых газет называть СПИД модной болезнью. Она не модная, а ужасная. Да уж, это не модная болезнь. Я могу немного поговорить о СПИДе. Люди наконец-то заговорили об этом, но еще раз повторим. Это не болезнь, которой заражаются только геи, наркоманы и люди, ведущие беспорядочную половую жизнь. Сейчас она везде. Совершенно безответственно заявлять, что мы в безопасности, потому что это совершенно не так. Наши дети подвергнутся страшной опасности. Сейчас риску заражения подвергаются женщины, так как болезнь легко передается через гетеросексуальные контакты. Нам впредь нужно соблюдать чрезвычайную осторожность. Любой человек, говорящий, что болезнь где-то там, а мы в безопасности, совершает преступление против остальных. Совершенно верно. К тому же нельзя допустить оскорбления памяти Фредди Меркьюри. Не так ли? Брайан, Роджер, мы благодарны вам за то, что вы пришли. Спасибо за приглашение. Спасибо. Продолжайте и дальше выпускать музыку. Мы надеемся, что... Выйдет еще много. Знаю, выйдет еще много записей. Приходите снова, если сможете смириться с таким ранним началом дня. Пол, как и всегда, добро пожаловать. Спасибо большое. Могу я сказать, что не даю уроки магии членам королевской семьи, как читал в газетах на этой неделе. Выясняем истинное положение вещей. Но они могут затребовать это. Удачи. Пол Дэниелс, магические шоу, самые... Лучшие... Яркие моменты. Да, самые яркие. Спасибо, что пришли. Спасибо. 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 Спасибо.